Вот уже почти месяц длится очередной конфликт в Нагорном Карабахе. Азербайджанская армия стремительно освобождает один за другим свои исторические земли. Азербайджан считает эти территории оккупированными. Такого же мнения придерживается и международное сообщество. Однако порой некоторые пропагандисты пытаются представить эту кампанию как антихристианскую. Эти заявления прокомментировали в православной церкви. Порой пытаются представить эту войну как антихристианскую. Но это чушь. Мы, христиане, живущие в Азербайджане, свободно исповедуем свою религию. Ни один армянский храм в Азербайджане не уничтожен. Они отремонтированы, они стоят чистенькие. Более того, их даже восстановили те, которые разрушались. А что происходит с мечетями? Что происходит с православными храмами в Карабахе? Их просто либо переделывают, если это храм на армянский, или сносят его. А если это мечеть, ее оскверняют, держат там свиней, коров, непонятно что. Причем древние мечети, которым уже по 10 веков, по 11 веков. В то время как азербайджанская армия продолжает продвигать линию фронта, освобождая свои территории, армянские военные подвергают интенсивным артиллерийским ударам районы с проживанием мирного населения. Такие атаки осудили многие политические, общественные и религиозные деятели. То, что совершается сейчас со стороны Армении, это явно и геноцид, и в то же время это настоящий террористический акт. Война идет не против мирных жителей с нашей стороны, война идет за наши земли, а армяне бьют по мирным жителям. Нормальные цивилизованные государства так не поступают. Убивать беззащитных детей и стариков – это подонки. Напомним, ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения и сесть за стол переговоров.